Это подкаст Сингенты. Добрый день, коллеги. Меня зовут Никита Кадаченко. Я технический эксперт компании Сингента в направлении биологические продукты и питание растений. В предыдущем подкасте мы с вами поговорили о том, как вырастить яблоки, подготовленные к долгосрочному хранению. Сегодняшний подкаст будет посвящен особенностям применения таких продуктов, как свит и мегафол в садах. И прежде чем мы перейдем непосредственно к позициям и применению данных продуктов, хотелось бы обсудить с вами общие технологии окраса плодов и их уместность для тех или иных сортов. Давайте разберемся, какие есть приемы окрашивания плодов в садах. В первую очередь, все мы с вами надеемся на температурные условия, на перепады температур. И, в общем-то, это самый простой способ, который может помочь в окрасе наших яблок как ранних сортов, так и поздних сортов, таких как, например, фуджи. Но я уже давно не видел фуджи в том окрасе, в котором его привыкли видеть, может быть, в других регионах, где перепады температур побольше. У нас фуджи обычно это зеленое яблоко с красным бочком, но не более того. К сожалению, сетевых партнеров не всегда это устраивает, так как в матрице запроса сетей существует ряд критериев, в том числе и по окрасу, процент содержания которого должен быть не менее там от 50 до 80% в зависимости от сортовых характеристик. Соответственно, на погоду рассчитывать стоит не всегда. В любом случае, она нас больше подводит, чем нам помогает. Второй момент. Как же можно добиться окраса яблок быстро? И сразу сделаю пометку, что это подходит только ранним сортам. Это применение продуктов на основе 2-хевк хлоротилфосфоновой кислоты. По-другому они называются ретарданты. Данные продукты блокируют синтез гормонов роста и вызывают ускоренный синтез этилена. Соответственно, мы с вами понимаем, что этилен будет провоцировать ускоренный процесс окраса и созревания яблок. Чем же это нам может обернуться? Если мы понимаем, что мы зайдем на уборку вовремя и сразу же реализуем наши яблоки без закладки на длительное хранение, то эта технология нам полностью подходит. Объясню, почему так происходит. Синтез этилена остановить невозможно. Это единственный газовый фитогормон в растении, который, начиная свой синтез, только увеличивает его, сначала дозревая наши яблоки и затем переводя их в процесс старения и порчи. Еще одним важным моментом о применении ретардантов являются сроки выхода в сад. То есть, если вы не уверены в том, что вы выйдете на сбор урожая в то время, которое запланировали с применением ретарданта, соответственно, качество ваших яблок в садах будет падать с каждым днем. Бывают моменты, когда погодные условия не дают вовремя зайти в сады, соответственно, когда приходит время и возможность нам выйти на уборку, убирать уже может быть нечего, потому что половина яблок уже будет на земле в качестве падалицы, а то, что останется на дереве, будет уже не товарное, не первый, не второй и даже не третий сорт. Технология хороша и важна для тех моментов, когда нам нужно получить первые деньги с ранних сортов яблок, а они, в свою очередь, не набирают нужного нам окраса. Отлично работают эти продукты на таких сортах, как гала, пира, спинова. На остальных сортах они тоже будут работать, но если мы планируем держать их в хранилище долгое время, чтобы получить с них максимальную экономическую эффективность, эта технология не подходит. И перейдем к следующей технологии – улучшение качества яблок и их окраса. Это обработки продуктами с высоким содержанием калия. Дело в том, что калий провоцирует отток сухих веществ и минеральных соединений плоды. Соответственно, все физиологические процессы в плодах будут проходить более интенсивно и окрас, пигментация будет синтезироваться быстрее. Соответственно, процент покровного окраса будет увеличен. Но опять же, обработки калием – это хорошо, но они напрямую взаимосвязаны и с погодными условиями в том числе. Мы можем сделать сколько угодно калийных обработок, но если не будет нужных условий температурных, то есть дневных-ночных перепадов, то нужного окраса мы с вами можем и не добиться. А что же за продукт СВИТ? Как он работает и в какой период его применять? Какие сорта можно обрабатывать данными продуктами? Дело в том, что СВИТ, в отличие от гормональных продуктов, не содержит в своем составе синтетических гормонов. В его составе богатый комплекс полисахаридов и обогащение магнием, кальцием и цинком сбором. Соответственно, этот комплекс отвечает за многие физиологические процессы в плодах, такие как подготовка к длительному хранению урожая, повышение сахаристости плода. Сейчас все смотрят на уровень БРИКС и сетевые партнеры, и даже мелкие оптовые потребители уже научились смотреть на индекс БРИКС. Соответственно, не стоит забывать и о содержании сахара в плодах. Следующий процесс, который контролирует СВИТ, это появление покровной окраски за счет ускоренного синтеза пигментов. Коллеги, именно пигментов не за счет повышенного выброса этилена, а происходит взаимосвязь между полисахаридами, ферментами и аминокислотами, которые именно влияют на покровный окрас, синтез пигментов, но не ускоряют процессы созревания и дальнейшего хранения. Соответственно, после обработки продуктом СВИТ мы можем спокойно выходить на долгосрочное хранение, не боясь за потерю плотности, отход сахара, увядание плодов и других физиологических отклонений. Кстати, в продукте содержится еще и 10% кальция, что в предуборочный период поможет контролировать еще и дефицит данного элемента. Как раз-таки применение СВИТ начинается за 3 недели до предполагаемого сбора плодов. В этот период идут интенсивные жаркие температуры, возможно, и они продолжаются уже длительное время, поэтому небольшой процент повышения кальция сыграет только нам на пользу. Стоит подчеркнуть, что связка СВИТ плюс аминокислотный биостимулятор Мегафол поможет усилить эффективность продукта, параллельно контролируя абиотические стрессы. Это, например, та же самая сильная жара, о которой мы говорили ранее. Аминокислоты будут являться отличным проводником для элементов минерального питания, контроля абиотических стрессов и, взаимодействуя с продуктом СВИТ, будут усиливать и повышать его эффективность. В период повышенных температур это очень важно, как с средствами защиты растений, так и с биостимуляторами. Максимально быстро и эффективно доставить растению все необходимые элементы для поддержания каких-то его функций или контроля вредителей и болезней. У нас все взаимосвязано. Коллеги, мы с вами обсудили, наверное, одни из самых значимых, применяемых в хозяйствах технологий по повышению процента покровной окраски яблок. Это был завершающий подкаст из серии коротких аудиодорожек, посвященных качеству урожая в садах. С вами был Никита Кадаченко. Хороших и качественных вам урожаев. До новых встреч! Это подкаст Сингенты.